Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как сообщили нам в управлении МЧС России по Алтайскому краю, никто из людей не пострадал Сейчас пирамайки горит О возгорании стало известно рано утром О ЧП хозяину сообщили соседи Уже через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты 4 автоцистерны и 14 человек личного состава Локализовать открытое пламя удалось в течение 20 минут после звонка на телефон 01 На территории частного дома горели надборные постройки Это гараж, сарай и баня Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров Полностью сгорел автомобиль, который находился в гараже По предварительной версии во время пожара произошел взрыв газового баллона Одна из основных версий пожара – короткое замыкание электропроводки Сел за руль чужого автомобиля, чтобы на нем доехать до бара В Бейске сотрудники полиции раскрыли угон по горящим следам Искать злоумышленника долго не пришлось Мужчину взяли прямо в питейном заведении Машину угнали у жителя Бейского района, когда он приехал в магазин за продуктами Мужчина заглушил двигатель, но в замке зажигания оставил ключи Когда вернулся, то машины на стоянке уже не было Потерпевший сразу же обратился в полицию и был объявлен план перехват В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный вас был найден в Бейске А сам угонщик задержан в одном из питейных заведений Наукограда Им оказался односельчанин потерпевшего 65-го года рождения В содеянном мужчина сознался и пояснил, что угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до бара По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело Сожители в Бейске не нашли общий язык Влюбленные дома распивали алкоголь и между ними словно пробежала черная кошка Они начали оскорблять друг друга и дело едва не дошло до рукоприкладства Женщине было тяжело справиться с мужчиной, не выдержав давления, она схватила кухонный нож В итоге у сожителя колота резаная рана, мужчину доставили в центральную городскую больницу Бейска Что именно стало причиной конфликта, неизвестно в полиции По данному факту возбудили уголовное дело по 111 статье Расследование продолжается Сотрудники следственного комитета установили и допросили участников массовой драки, которая произошла в Бейске накануне Сообщается, что несколько школьников получили серьезные травмы На видео, которое попало в социальные сети, видно, как толпа подростков разгуливает в районе Зеленого Клина возле торгового центра По одной из версий, причиной потасовки стали, так скажем, модные претензии Зачинщикам конфликта не понравилась неформальная одежда группы ребят Известно, что подозреваемый подросток, который устроил драку, состоит на профилактическом учете Следователями в настоящий момент установлены и опрошены потерпевшие и зачинщики драки А также назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз По результатам проверки будет принято процессуальное решение Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину и женщину, которые подозреваются в краже из продуктового магазина Они взяли алкоголь, сладости и не рассчитались за товар на кассе Это видео с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговой точке Преступление было совершено в Бийском районе Мужчина и женщина зашли в магазин, взяли виски, коньяк, 13 плиток шоколада, а также один батончик Не рассчитываясь, они вышли из магазина Сотрудники уже подсчитали ущерб, он составил почти 2500 рублей Если вы знаете этих людей, полицейский просит сообщить в дежурную часть, либо по телефону 02 В суд между делом направили еще одно уголовное дело в отношении адвоката На этот раз женщина подготовила и подписала несколько фиктивных заявлений О выплате ей вознаграждения за участие якобы в работе по уголовным делам в качестве защитника На самом же деле никакой деятельности в качестве защитника ею не проводилось Заявление обвиняемое направило в Министерство внутренних дел Ей выплатили вознаграждение в размере более 112 тысяч рублей за счет бюджетных средств Преступление выявили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Женщине-адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Добавим, что накануне в суд было направлено уголовное дело тоже в отношении бийского адвоката, который также незаконно получил вознаграждение Почти два месяца назад он ушел из дома В Бийске разыскивают мужчину, который пропал без вести Сергей Панарин ушел из дома 22 октября и до сих пор не вернулся Где он находится сейчас неизвестно Его приметы на вид 60 лет Рост около 180 сантиметров Худощавого телосложения Волосы темно-русые Из дома Сергей Егорович ушел в коричневой кожаной куртке Черных джинсах, черной кофте На ногах утепленные резиновые калоши Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Или вы видели его Просьба обратиться в полицию Либо позвонить по телефону 02 Очередной развод пенсионеров на деньги На этот раз людям преклонного возраста В Бийске предлагают установить Фильтры для очистки воды По большой цене Несколько человек уже воспользовались услугами Яковы сотрудников водоканала Ну а после все они обратились в полицию Вот какие они документы дают Вот здесь написано Мы посмотрели службы водоканала Я говорю, а документы ваши Я такая дотошная Они каждые Они приходили втроем Потом один, как он мастер Он ушел Двое остались И стали вот доказывать Вам ничего не установили? Вам установили Ей установили И я уже Она уже начала Мне уже начали там сверлить И устанавливать А она мне позвонила Она позвонила сыну Он ее отругал И говорит Не надо, не надо Мы связались с представителями Муниципального предприятия И нам пояснили Что подобные услуги Они не оказывают О данных случаях Вообще слышат впервые Поэтому пенсионерам Стоит быть предельно внимательными И прежде чем согласиться На установку тех же фильтров Для очистки воды Нужно обязательно посоветоваться С родными Возможно это просто Развод на деньги Причем немалые В одном из случаев Женщина отдала 19 тысяч рублей Сотрудники полиции По данному факту Сейчас проводят проверку И устанавливают Все обстоятельства После чего будет принято Соответствующее Процессуальное решение Вот они у нас брали пенсионер Перешла по ссылке И потеряла деньги Очередной факт мошенничества Зарегистрирован в Бийске Накануне в дежурную часть полиции Обратилась 38-летняя бийчанка Правоохранителям Она сообщила Что с ее банковской карты Неизвестные похитили деньги Женщина рассказала Что на одном из популярных сайтов Она разместила объявление О продаже дубленки Спустя некоторое время Ей позвонил потенциальный покупатель Объяснив, что товар ему подходит Предложил перевести предоплату А для этого продавцу Необходимо было перейти по ссылке Которую переслал злоумышленник В надежде побыстрее совершить сделку Бийчанка все сделала Как просили аферисты В итоге она потеряла Все деньги Которые находились у нее На электронном счете Сотрудники полиции Напоминают о необходимости Быть как можно бдительнее При совершении Различных сделок в интернете Не устанавливайте Незнакомые вам программы На смартфон Не переходите по неизвестным ссылкам Не стоит называть Неизвестным номера Банковских карт И уж тем более Разовый код Который вы получаете По смс Передавая его Вы открываете доступ К своему электронному кошельку КОНЕЦ В Алтайском крае Продолжаются рейды Направленные на пресечение Фактов браконьерства Сейчас накануне Нового года Проверок стало еще больше Результаты есть Так накануне В Солонешинском районе Буквально с поличным Взяли браконьера Который подстрелил Дикого зверя Десятикилометровый марш-бросок По пересеченной местности Почти четыре часа В охоту годия Солонешинского района Искали затаившегося Между гор браконьера Незаконного охотника Сдали следы Они начинались От оживленной трассы И вели в лог Длинный и тяжелый путь Проделан не зря Представители Общественной организации Охотников и рыболов Солонешинского района Вольница Нашли того Кого искали Браконьером Оказался местный житель Его трофеем Стала годовалая Особь Сибирской косули Никаких разрешительных Документов на охоту У молодого человека Естественно не было Тушу он уже разделал И складывал в рюкзак Собирался выдвигаться Домой, но пришлось Подзадержаться И дождаться Следственно-оперативной Группы Составили на месте Протокол Статья уголовного Кодекса За незаконную охоту Ему обеспечена Полицейские Изъяли оружие И 16 патронов За незаконную добычу Косули Более одной особи Сейчас уголовная ответственность То есть там Статья 258 Незаконная охота И санкции там уже Очень приличные До реального срока То есть штрафы Большие Также иск За возмещение Вреда Значит это Иски За косулю Допустим Самец Если добыт незаконно 120 тысяч За самку 200 тысяч рублей За одну особь Рейд по охоту Годием с инспектором Осетровым Рейды по пресечению Фактов браконьерства В Солонежинском районе Не прекращаются Территорию охраняют Со всех сторон И не важно Утро это Или ночь Объезд территории Мы проводим Вообще ежедневно То есть у нас Охоты инспектора Наши Они проживают у нас Не в одном Населенном пункте Солонежинского района А в разных Населенных пунктах Это то есть Разбиты по Разным частям Наших угодий И поэтому Егеря двигаясь На работу После работы Во время Проведения рейдов Все отсматривается Все отслеживается Все фиксируется В специальных журналах Егерских Особое внимание Сейчас уделяют Трассе Бийск-Солонежная Дичекрады Как правило Действуют Организованной Преступной группой Подъезжают К определенному месту Один отправляется За добычей Машина в это время Уезжает И по звонку Она должна Вернуться за охотником И подстреленной Тушей Но эту цепочку Разрывают Защитники Дикой природы Представители Общественной Организации Охотников и Рыболовов Вольница Не дремлют И всегда на чеку Дикого зверя Который Вольно гуляет На их территории Обидеть Не позволят Многие В этом уже Убедились И сейчас Отбывают Наказание И это Все на сегодня Не нарушайте Законы Тогда он Всегда будет На вашей стороне Счастливо Увидимся Через неделю Пока Все давай Все Пошел Пошел Давай Продолжение следует